Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, это продолжение нашей карьеры за Барселону. Давно не выходили выпуски по Барселоне, для вас они, конечно, недавно были, потому что я один выпуск отснимал до того, когда у нас был застой на канале около месяца. Так что я за долгое время сажусь записывать именно ролик по Барселоне. Итак, сегодня у нас не самые интересные матчи, но все-таки один из них в важном турнире в Лиге Чемпионов. Сегодня мы играем против Эйбара в Чемпионате и против Славии в Лиге Чемпионов. Против Эйбара я сыграю первым составом в Чемпионате, против Славии вторым в Лиге Чемпионов, потому что, как вы видели, у нас дальше матч против Мадридского Реала в Чемпионате. Нельзя нам сейчас вообще терять очки в Чемпионате, как вы видите, у нас два очка отставания до Атлетики, до Валенсии, то есть до первой строчки, и мы делим еще и, так сказать, вторую с Мадридским Реалом. Ну что же, матч против Эйбара у нас еще и выездной, сыграем в желтой форме, и вот он состав на ваших экранах. Поехали! Итак, стартует у нас очередной матч в Чемпионате Испании, Эйбар принимает Барселону. Замечательный стадион вроде всей Лиги в этом сезоне, именно все команды в FIFA 20 Испанской Лиге. Официальные лицензионы, кроме Барселоны, вроде стадионы, так что у всех они вроде как должны быть настоящими. Ну вот именно кроме Барселоны, Кампноу только в Pro Evolution Soccer, друзья. Ну что же, мы начинаем матч, поехали! И вот такую хорошую передачу на Гризмана отдает Джезус. На вес пошел, и Сауль забил! Забил! Хорошая передача сейчас, бывшая связка из Атлетика Мадрида. Гризман хорошо так поднавесил, голкипера уж точно этим ударом он перекинул. И тут Сауль уже головой забиваем и на выезде. Кстати, напишите в комментариях, как вам именно эта камера. Я оставил значение камеры по умолчанию, решил ТВ-трансляцию убрать в настройках. Именно оставил как по умолчанию. Не знаю, пока что для меня что-то нужно менять, потому что FIFA поднадоело. Вот хотя бы виды камер можно поменять. Ну и Сауль забивает гол в чемпионате. Второй уже за Барселону. Так, Джезус сейчас чуть не отдал мяч соперникам. Семедо. Хорошая передача, и Месси бежит уже в отрыв. Но это выход 1 на 1, это скорее всего сейчас будет гол. И это гол. Лионель Месси забивает второй мяч в матче. Ну, точнее, для себя он первый. За Барселону сейчас это второй. 2-0 мы обыграем Эйбар на выезде. Отличную контратаку развил Семедо. Семедо отдав хорошую передачу на Месси. Тот уже с фланга бежал один в штрафную. Ну и здесь только осталось пробить поворотом. Ну и Месси забил. Это его пятый гол в чемпионате. Тот отличную передачу отдает на Лионеля Месси. Развернулся аргентинец. И пробьет этот дубль Месси в сегодняшнем матче. 3-0 Барселона Гарамита Эйбар. И вот так вот сразу же, выйдя с перерыва, Барселона первой же атакой забила. Шикарный гол Лионеля Месси. Каждый его гол шикарен. Убирает. И в дальний угол с подкрутки пробивает. Шестой гол. Аргентинца в чемпионате. И пропускает все-таки Барселона. Вот такой вот не... Даже, как сказать-то... Неказистый удар пошел. Но пропускает все равно. Под нерабочую ногу Терштегин пропустил. Кю-кю. Вот так, наверное, его зовут. Забивает супер-гол в чемпионате. И именно Барселоне. И свистит арбитр 3-1. Барселона побеждает на выезде Эйбар. Месси сегодня стал настоящим героем. Забил 2 гола и принес победу. Что скажете о его игре? Месси демонстрирует выдающийся футбол. Барселона не проигрывает уже в Ла Лиге Сантендер. Играх. Тут не написано сколько. Как вы думаете, эта серия продолжится? После 9 игр мы все еще не знаем поражений. По одной простой причине у нас непроходимая оборона. Вам не кажется, что Эйбар проиграл эту игру еще до начала матча? Конечно, нет. Они профессионалы и знают, чего ждать. Ну что же, неплохо мы матчи сыграли. Теперь нам надо показывать свою игру в Лиге Чемпионов. Там-то у нас пока что только проблемы. Потому что Дортмунд свою игру нас... Ну, именно нас они обыграли. Обыграли, я так понимаю, и Славию. Поэтому нам нужно выиграть в двух матчах с Лавию. Они идут сейчас на последней строчке. Посещаем пресс-конференцию и переходим к самому матчу. Команда сможет выйти в плей-офф. Это всегда непросто. Если будем упорно работать, то с большой вероятностью сможем добиться успеха. Нет ли недооценки соперника со стороны ваших игроков? С учетом текущего положения команд, недооценка клуба Славия Прага является нормальным явлением. Однако команда не должна играть спустя рукава, только потому что соперника считают слабее. Вы добьетесь стабильности в игре команды. У меня есть стопроцентная уверенность, что мы наберем форму. И в скором времени вы увидите, что собой представляет эта команда. Ну что же, у нас это еще, я так понимаю, да, выездная игра. Играем мы вторым составом. Сейчас вы видите его на своих экранах. Ну что же, поехали. Итак, стадион в Праге. Это Чехия. Принимает славе Барселону. С ней ей играть два матча подряд. Это третий и четвертый тур Лиги Чемпионов. Ну и Барселона даже выпустила сегодня второй состав, так как им еще в конце недели играть матч против Мадридского Реала. Это уже будет в следующей серии. Фирпо неплохо. Каутиньо с мячом. Чалов. Здесь нарушение было на Чалове. Так что сейчас Артур Ленгле. Артур Видаль. Пониже здесь на Каутиньо. Каутиньо отдает на Усмана Дембеле. Тот развернулся. И пробивает. И это 1-0. Первый же удар. Шестая минута. Барселона выходит вперед. Ну что же, Дембеле для него это вроде первый гол в Лиге Чемпионов. Да. Поздравляем его с этим. Ну и мы выходим вперед на выезде. И опасный момент. И Солчек забивает ворота Барселоны. Сравнивая счет. Для него этот гол очень важен. Потому что многие вот такие именно клубы, как Славия, должны себя хорошо показывать в Еврокубках. Чтобы переходить потом в другие топовые клубы, которые ими заинтересуют. Вот сейчас он забил нам. А потом его подпишет какой-нибудь, например, испанская команда, которая потом будет навязывать нам борьбу в чемпионате. Ван Бурен. Опасный момент. Сейчас Нета хотя бы стащил. Но Лайника забивает сейчас второй гол в Славия практически дуплетом. Нета вообще не стоит никак на воротах. Считаю это плохим приобретением. Сильсин хоть как-то стоял. Ну вот это что вообще сейчас было? И Петер Олаинко, наверное, вот так вот будет правильно звучать. Забивает в Барселоне гол. Отлично, навидали. И Миранчук отлично получает передачу. И пробивает, и забивает. Вот оно, наше приобретение. Тем, кому не нравилось это приобретение, сейчас Алексей Миранчук показывает, что не зря он перешел в Барселону. И забивает в Лиге Чемпионов. Сравнивая счет. Отлично, он сейчас здесь с Видалем разыгрался. Неудобно, конечно, было сейчас с левой ноги пробивать, но он пробил. И отлично гол забил. Алексей Миранчук на Чалова. Отлично. Сейчас проходит Федор Чалов. Убегает в отрыв сейчас, проходит дальше. И забивает Алексей Миранчук. Дубль Миранчука. Отлично сейчас Чалов еще отдал. Я все-таки думал, там офсайд, поэтому немножко так паузу взял, чтобы досмотреть момент. Но Чалов отлично отдал передачу. Миранчук замкнул. Вот здесь вот отлично он еще и убежал от всех. Ну и зрячую передачу отдал. Супер. Миранчук забивает дубль и выводит теперь уже вперед Барселону. Миранчук отдает на Дембеле передачу. Дембеле. Дембеле делает счет 4-2. Теперь уже точно Барселона вряд ли упустит свое преимущество. В два мяча они выиграют на выезде. Ну и замечательно. Дубль Дембеле, дубль Алексея Миранчука. У Миранчука сейчас и голевая вот на Дембеле записалась. Четыре мяча забили. И три очка, скорее всего, будет у Барселона в кармане. Алексей Миранчук. Чалов хорошую передачу на Усмана Дембеле отдавал. Удар. И Чалов забил все-таки. Федор Чалов получилось ему забить. Со второй попытки 5-2. И три гола забили россияне сегодня на выезде за Барселону. Миранчук, естественно, так поздравляет Федора. И сюда Дембеле сначала, потом Чалов здесь. Попробовал, ну и вот здесь тоже левой ногой замкнул. И все. Барселона выигрывает крупно на выезде с счетом 5-2. Славию. Три очка они зарабатывают на выезде. Перед домашним матчем это уж точно пригодится. Такая вот уверенность в команде. Почему не играл Неймар? Мы сегодня видели великолепную игру в исполнении других игроков. И все это не может не радовать. Конкуренция это здорово. Я хочу, чтобы все игроки сражались за возможность играть на поле. Миранчук сегодня был на высоте. Что скажете о его игре? Я хочу похвалить всю команду за прекрасную игру. Да, Миранчук выделялся сегодня. Но все прекрасно знают, что в клубе Барселоны главная эта команда. Вы уверенно выиграли. Что скажете? Славия Прага устроила настоящий спектакль. Надеюсь вам понравилось так же как и мне. Спасибо, это он. И до матча с ней. Ну вот как вы видите сейчас. Два очка всего лишь до Атлетика. Но у нас есть шанс оторваться от Реала именно на три очка. Но все равно разница там будет до Валентии одно. Если они выиграют. Так что. Играем естественно первым стал. Так что вы увидите в следующем выпуске матч против Мадридского Реала. И матч против Реала Валеда Лида. В чемпионате. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Андрей. И канал Футбол Эта Жизнь. До новых встреч друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok